Сочинение Заданная тема Опишите дом, в котором вам хотелось жить Где бы он находился и как бы был расположен Снаружи, снаружи он был бы обнесен огромной стеной в сто метров высоту Но сам дом был бы высотой в двести метров Вот так И живя в этом доме, я носил бы с собой два револьвера Эпотаж Это слишком эпотажно Для мальчиков двенадцати лет Ваши мечты нереальны У вас нереальные мечты Мурлыга, получила твое письмо Я недавно вспомнила, как тебя в детстве спрашивали, кто тебя Аля Аля, братья Мур был до некоторой степени мамином повторением, мужском варианте Всю жизнь он был довольно печальным мальчиком, но верил в будущее Как ты там? Пиши, Аля Дорогая Аля Как я живу? Как рододендрон на Аляске Непригоден А я стрелял всего один раз И на занятиях по подготовке Я, если не худший, то один из самых худших А вчера, вчера мы тащили огромную корягу из бани Я не представляю, как я это вынес Помню только, что энергично думал о Флабере Находясь в полуобнорке К сожалению, из источников книг не достает В мое собрание попадут только избранные стихи следующих поэтов Готье, Верлен, Баглер и Де Мюсе А, правда, у Де Мюсе я нашел всего одно стоящее стихотворение Ля Андалуз Оно и попадет ко мне в сборник Я уже даже переписал некоторые стихи Верлена и Готье Иногда становится грустно от того, что это дело никому не нужно И что оно как-то потонет Но ничего Люди же придерживаются своей линии И я буду своей Любви к литературе и поэзии Наш дед Хлебный город, сколько соблазнов Люди, русская интеллигенция Чего здесь только нет Белых лет, черных лет Растительное масло, подсолнечное масло Конфеты, картошка, баранки, пряники Все, что угодно Как же хочется Макароны Сегодня вечером я пошел на один Очень рискованный шаг Ну, который, как мне кажется, был необходим Я была сегодня у одной моей знакомой Алисы Гугловны Усовой И украла у нее часы-браслет Они лежали на столе на самом виду И задолго до того, как я пошел к ней Я решил украсть часы Ввиду ужасающих моих долгов и необходимости что-нибудь поесть Я украла их перед самым уходом А до этого провел у нее почти два часа Разговаривал, пил кофе Я заняла у нее книгу Бергсона И уходя, обещал вернуть, как только прочту Как сын Марины Цветаевой Он был такой милый и сердешный Обещал приходить теперь чаще Он очень умный Он все-все-все понимает Нет, нет, совершенно не может быть, чтобы это сделал он Вот так она должна рассуждать Во всяком случае, мне кажется, что Да, ну, не заявит она на сына Марины Цветаевой То, что он делал плохого, он всегда рассказывал Потому что ему так нужно было Правда была в его душе Не пришел на могилу Это же сын Так собственной матери Куда его девать? Видите ли, брюки ему надо было погладить Как она могла так? Но нет у нее совести К Косеевым согнала Не пришел на могилу Так собственной матери Куда его девать? К Косеевым согнала Не нужно нам самим бы прокормиться А, Георгий Фронт В моем доме было бы два пулемета Против авиации И два Если начнется наступление Мебель была бы самая лучшая Вокруг авионы Много танков Артиллерия Дом бы находился на плоской территории Был бы обнесен огромной стеной В сто метров А сам дом был бы высотой В двести метров Хотя по нему я всегда Носил бы с собой два револьвера А Марина Цветаева повесилась И правильно сделала Я узнал об этом Когда пришел с работы С аэродрома Куда меня мобилизировали В последнее время Мама часто говорила О самоубийстве Прося ее Освободить Мурлык Прости меня Но дальше было бы хуже Я тяжело больна Это уже не я Люблю тебя безумно Пойми Я просто больше не могла жить Передай папе Але Если увидишь Что любила До последней минуты И объясни Что я попала в тупик Прочтите 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 Иными словами, я хочу, чтобы люди со мной знакомились непосредственно. Я буду вращаться только в такой среде, где я буду сам, Георгий Сергеевич. Ведь все же еще впереди, все предстоит. Предстоит море, пляж, солнце, синее небо. Да, предстоят увлечения, любовь и интересная работа, интересные знакомства. Просим, просим, просим. Эскиз кота. Сиповатый, мерзковатый, грязноватый кот. Он дерется рукава, он ворует со стола, он совсем как идиот. Кот. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько видишь вокруг себя несчастья, бог ты мой. Как все это нудно и противно. Это уж говно, эта страна советская. Хотя, мне кажется, здесь не только от советов все эти непорядки, вся эта грязь ведет, этот страшный ужас. Все эти несчастья идут из глубокой русской сущности. Виновата Россия, виноват русский народ со всеми его привычками. Хотя, мне на все это решительно наплевать, лишь бы самому хорошо устроиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Согласись? АПЛОДИСМЕНТЫ Довольно забавно было пройти по бульвару мимо, не поздоровавшись. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты поможешь достать мне Фаррора? Я очень его люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты догадываешься, почему я тебе звоню? АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда ей бывает скучно. И тогда она мне звонит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты никогда не узнаешь причины. АПЛОДИСМЕНТЫ По мне проснулся такой азарт. Во что бы то ни стало найти книгу. А она довольно умная. И мне она, пожалуй, нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А пойдем завтра на футбол? Пойдем. А ты читал стихотворение Николая Тихонова? Гвозди бы делать из этих людей. Не было б крепче в мире гвоздей. Все-таки мы очень разные. Мать на словах только смелая. А по телефону мямлят и боится спросить, дали ли нам комнату. Дорогая Аля. А Парижа я не тоскую. Довольно глупо жить прошлым, не развиваясь. В СССР очень много событий и явлений, способных заинтересовать. Я живо интересуюсь всеми явлениями, затрагивающими наш класс и школу. Я даже начал ходить на футбол. Я же молод. Все еще впереди. Я очень мало пожил. Это факт. Я стану кем угодно. Известным литератором или карикатуристом. Не суть. Как же хочется тупого романтизма. Муж спрашивает маму в детстве. Почему вы меня так незнатно назвали? Георгий Сергеевич. А что по-твоему знатно? Ну что все знали. Ну какой именно пример? Иван Сергеевич. Иван Сергеевич. Прости, Мурдейдер. Прости, Мурдейдер. Мама, а к чему ведет сон, в котором влюбляешься? Уж не та ли актриса тебе приснилась? Она. А как ты думаешь? Если ты стрелаешь ее на бульваре, она на тебя посмотрит? Нет. Но зато я на нее посмотрю. А ты женился бы на такой, как я? Таких нет. Таких нет. Чувствую, что комнаты здесь живут одни. Продолжаю. Не замечаю, что половины семьи уже нет. Здесь будем жить, и здесь умрем. Господи, и это в пять лет. Что же будет дальше? А дальше шесть лет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. За то, что он есть. Мальчиков надо баловать. Им, быть может, на войну придётся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok